Вдохновляет многих знаменитых музыкантов. Святослав Рихтер и квартет имени Бородина репетирует квинтет Шостаковича. Субтитры создавал DimaTorzok нового концерта для Виланчелес Оркестра. Концерта номер два Дмитрия Шостаковича. Мстислав Ростропович. В моей жизни это произведение вытеснило буквально всё. Я сейчас занимаюсь только им, только о нём думаю, а всё остальное идёт как-то параллельно с этим. Это произведение невероятной силы, глубины, и я надеюсь, что оно понравится слушателям, когда я сыграю его. КОНЕЦ 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 В осажденном городе Шостакович работает. Он пишет седьмую симфонию. КОНЕЦ 9 августа 1942 года симфония прозвучала в Ленинградской филармонии. Для этого с фронта были отозваны многие музыканты. Дирижировал Карл Элиасберг. В этот день город Педеркса ураганному обстрелу, но зал был переполнен. Теперь, спустя четверть века, в день 9 августа, мы пригласили в зал филармонии всех, кто был участниками этого знаменательного события, и слушателей, и исполнителей. Немногие остались в живых, ведь позади была большая война. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Он выступил и как один. И, наконец, новый фестиваль «Белые ночи» в Ленинграде. Особенный, торжественный он состоялся в канун 60-летия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Многое есть прекрасных городов на свете. Но нет прекрасней того, где ты родился и вырос.